Всем привет! В эфире универньюз, а в студии Лев Диденко. О событиях и жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотрите сегодня выпуски. Когда нас заменят киборгами? Есть ли жизнь на Венере? В Музее истории КФУ продолжается расшифровка стен газет «Снежного десанта». 18 сентября прожила торжественная церемония вступления в должность президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. Инаугурация состоялась в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. В церемонии принимал участие ректор Казанского федерального университета и по совместительству депутат Госсовета РТ Ишат Гафуров. К другим новостям. Казанские волонтеры продолжают работу по расшифровке газет «Снежного десанта», которые хранятся в Музее истории КФУ. О том, каких успехов им удалось достичь, смотрите далее. Ничто не забыто. В Казанском федеральном университете продолжаются работы по расшифровке стен газет «Снежного десанта» 70-80-х годов, содержащие уникальные материалы исторического и художественного плана. По словам работников музея, на данный момент уже обработано более 25 стен газет. 29 волонтеров трудятся над изучением, расшифровкой и последующей оцифровкой материалов. Почти все волонтеры так или иначе связаны с КФУ. Студенты, выпускники и преподаватели. Теперь же к работам подключились и представители музейного сообщества республики. Были несколько человек вне университета, они пожелали остаться анонимными, но они связаны с музейной сферой уже. Это сотрудники других музеев. «Снежный десант» — это студенческий поисковый отряд Казанского федерального университета. В 2020 году ему исполнилось 52 года. Основная цель отряда — увековечение памяти о погибших в году Великой Отечественной войны. Его бойцы ищут погибших и пропавших без вести солдат и командиров Красной Армии на местах боев. Устанавливают их имена, проводят захоронения с отданием почестей. В наших социальных сетях и на сайте университета мы разместили информацию о том, что нам требуются волонтеры для оцифровки газет, поскольку это было возможно делать и дистанционно, не без очных встреч. Очень удачно мы смогли это сделать в течение этого лета. К слову, помимо расшифровок стен газет «Снежного десанта», волонтеры трудятся еще над расшифровкой писем фронтовиков, которые также находятся в местах боев. По словам экспертов, расшифровка и оцифровка писем — процесс намного более сложный. Это более сложная работа, поскольку на стен газетах имелся печатный материал, а уже фронтовые письма все написаны от руки, и не всегда почерк разборчив. Ценность фронтовых писем не нуждается в какой-либо комментарии, оценке, это безусловно. Работы еще не завершены, впереди еще много часов кропотливой работы над расшифровкой. Однако, как показывает практика, подобный труд помогает лучше понять, как жили люди в те времена и что им пришлось преодолеть. Лев Диденко, Вилета Басова, Универ Ньюс. Есть ли на Венере жизнь? Недавно ученые сообщили о том, что данная теория вполне возможна. Наш корреспондент встретился с директором астрономической обсерватории КФУ и готов рассказать об этом в следующем сюжете. Астрономы при помощи наземных телескопов обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который входит в число потенциальных биомаркеров — химических веществ, которые могут свидетельствовать о присутствии живых организмов. Этот газ образуется при жизнедеятельности живых существ. Но, разумеется, на Венере сейчас такие условия, что, по крайней мере, та биологическая жизнь, о которой мы можем говорить на Земле, там существовать точно не может, в отличие от Марса. Но экстремальные какие-то виды живых существ, мы же говорим только о тех видах, которые мы привыкли видеть на Земле, они могут существовать каким-то образом и на Венере. Ожидается, что разобраться в химических процессах, идущих в венерианской атмосфере, поможет межпланетная станция «Венера-Д», которая может быть запущена в космос в период с 2029 по 2031 год. Кристина Надышина, Ленар Довлетьяров, Универ Ньюс. 39 студентов Казанского федерального университета были удостоены стипендий президента Республики Татарстан. В течение всего времени обучения, начиная с 1 сентября, они будут получать ежемесячно 7 тысяч рублей. А также некоторые казанские студенты смогут бесплатно освоить дополнительную рабочую профессию. После учебы учащиеся будут посещать курсы, после которых им на руки будет выдан сертификат, позволяющий официально трудоустроиться на ту или иную работу. Какие профессии смогут освоить студенты – наш следующий сюжет. Арматурщик, маляр, штукатур, бармен, повар и даже охранник. Нет, это не список вакансий на сайте по поиску работы, это список рабочих профессий, которые могут освоить студенты Казанского федерального университета. В столице республики стартует программа по бесплатному освоению дополнительной рабочей профессии для всех учащихся казанских вузов. Обучение пройдет в соответствии с распоряжением Кабинета министров Республики Татарстан. Стоит отметить, что рабочее образование идет в дополнение к тому, которое студенты получают в университете. К слову, такая акция проводится уже не первый год. Изначально они проводились только для студенческих отрядов. В этом году решили провести для всех желающих студентов в Казани. Мы им помогаем, так как штаб студенческих отрядов Казанского федерального университета тоже трудоустраивает студентов. Обучение дополнительной профессии будет реализовано в виде курсов, которые начнутся в октябре 2020 года. Несколько раз в неделю на протяжении трех месяцев после учебы студенты будут посещать занятия. После окончания курсов учащимся на руки выродут сертификат. Два-три раза в неделю в зависимости от профессии. И в конце декабря уже студенты смогут получить сертификаты о той или иной профессии. Они уже смогут поработать по той профессии официально, трудоустраиваясь, так как свидетельство дает им право работать. К слову, освоить новую специализацию смогут не все желающие. Для студентов будет проведен конкурсный отбор, во время которого состоится собеседование с потенциальными кандидатами. И только самые лучшие получат возможность освоить новые умения. По словам организаторов, получение дополнительной профессии – отличный шанс для студентов официально поработать во время летних каникул. Лев Диденко, Виолетта Басова, Универтньюс. Многие считают, что эпоха киберпанка уже наступила. Мы живем в мегаполисах, опутанных невидимой виртуальной сетью. Обмениваемся мыслями через интернет. Наблюдаем в новостях, как больные люди восстанавливают свои возможности благодаря киберпротезам. А крупные корпорации запускают собственные космические корабли. Но так ли уж близки люди к воплощению жизни пророчеств Гибсона, Стерлинга и Риддель Скотта? Киборг-убийца Согласно исследованию, проведенному по заказу лаборатории Касперского, почти две трети людей, ведущих в странах Западной Европы, задумывались о модификации человеческого тела технологиями для повышения качества своей жизни, в основном для улучшения здоровья. Опрос был проведен среди 15 тысяч человек в 16 странах, включая Великобританию, Германию, Францию, Италию и Испанию. По его результатам 63% опрошенных рассмотрели бы возможность улучшения своего тела, увеличения его мощности и способностей с помощью технологий. По сути, люди готовы становиться киборгами, биологическими организмами, содержащими механические или электронные компоненты. Но готова ли к этому наука? Постепенно, потихоньку общество переходит к так называемым роботизированным протезам, то есть это специальные системы, которые, по сути, позволяют упростить жизнь человека, автоматизировав часть процессов, связанных с его движением, с физическими нагрузками. На данный момент, да и возможно в будущем, тоже с помощью подобных улучшений можно будет лишь восстановить какие-то части своего тела, но и модифицировать их. Однако полная замена мозга на механический с последующим копированием человеческой памяти и сознания пока не представляется возможной. Мы слабо представляем себе, как работает человеческий разум, а значит не можем его воспроизвести. Чем мы отличаемся от машины? У нас есть сознание. И если говорить о искусственном головном мозге, то мы исключаем и личное бессознательное, и коллективное бессознательное, и сознание. Поэтому, на мой взгляд, создать искусственно мозг, искусственный интеллект невозможно. А готово ли сейчас общество к таким переменам? Ведь киберк – это гибрид машины и организма, создание социальной реальности и вместе с тем порождение фантазии. Речь идет не только о том, что человеческое тело изменится благодаря новым технологиям, вместе с ним модифицируется и образ мышления. Это что-то, что приближает нас уже к компьютеру и отдаляет от человеческой сущности. Здесь уже речь идет о более закрытом типе и ориентированном именно на полезность для общества, полезность для себя. Еще не до конца понятно, когда же наступит киберпанк, который на странице своих книг создал Гибсон и Стерлинг. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что когда другие фантасты считали, что нас ожидает золотой век, тоталитарная антиутопия или массовое вымирание, авторы киберпанка поняли, что жизнь будет продолжаться и становиться только более разнообразной. И эта доля реализма объясняет ощущение, что мы уже оказались на страницах их книг. Или это не так? Диана Шилова, Ленар Довлесьяров, Универ Ньюз. На этом у меня все. В студии был Лев Диденко. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok